Во вторник, 5 апреля, православные христиане воспоминают преподобного Никона, игумена Киево-Печерского. Он жил в XI веке и был первым учеником и сподвижником основателя Киево-Печерской обители преподобного Антония. Его послушанием было постригать всех новоприходящих иноков, в числе которых был преподобный Феодосий Печерский. Когда в монастыре собралось много братьев, преподобный Никон пожелал уйти в уединение и безмолвствовать. Он удалился на полуостров Тмутаракань на восточном берегу Кирченского пролива и поселился в безлюдном месте. Когда о его жизни стало известно в округе, к нему собрались монахи, искавшие строгой иноческой жизни. Так был основан монастырь с церковью во имя Пресвятой Богородицы. Святой Никон вернулся в Киево-Печерскую обитель, когда преподобный Феодосий уже почил о Господе. Братья монастыря по общему решению избрала его игуменом. Святой много потрудился, чтобы украсить обитель иконным писанием и мозаикой. Скончался преподобный в глубокой старости в 1088 году и был погребен в ближних пещерах преподобного Антония. По одной из версий преподобный Никон является одним из основателей обители в Святых Горах. Подлинных свидетельств о начальной истории Святогорского монастыря не сохранилось, но технология вырубки пещер говорит об основании обители в XI веке и связывает это событие с преподобным Никоном Киево-Печерским. Также в этот день церковь чтит память преподобной Елены Киево-Флоровской. Иннокене Елена в миру Екатерина Алексеевна Бехтеева родилась в 1756 году в Воронежской губернии в семье знатного генерал-майора. В 18 лет она тайно ушла послушницей в Покровский женский монастырь и приняла пострих с именем Елена. Скоро о подвижнической жизни молодой послушницы стало известно в городе и ее начали посещать люди, чтобы получить духовное наставление. Это вызвало неудовольствие игумене, которая всеми силами старалась удалить ее из монастыря. Все отвернулись от опальной инокинии. В скорби Елена обратилась с молитвой ко Христу и угоднику его, святому Тихону Задонскому, прося о помощи в своем горьком положении. Во сне ей явился святитель и сказал, «Ты жалела, что у тебя отнято все. Знай, что я тебя за твою потерю вознагражу утешением, которого не ожидаешь». Елене пришлось уйти с монастыря и поселиться в Киеве во Флоровской обители, где она пробыла до самой кончины. По воспоминаниям ее современец, преподобная отличалась бесконечной добротой и примерной жизнью. Весной 1834 года угодница Божья заболела. Душой она не скорбела. Болезнь свою переносила с необыкновенным терпением. Все время пребывала в молитве. Когда же почувствовала близость кончины, пожелала принять святые тайны. Простившись с сестрами, 5 апреля 1834 года старица с миром отошла ко Господу и, согласно последней ее воле, была похоронена в гробе святителя Тихона Задонского. Этот убогий гроб святитель Тихон задолго до кончины своей приготовил для себя и просил, чтобы его в нем похоронили. Когда же святитель почил и его облачили в архиерейские одежды, то гроб оказался тесен. Тогда был сделан другой гроб, в котором он был торжественно похоронен. Спустя 40 дней после кончины монахи стали раздавать бедным имущество почившего святителя и прежний гроб достался инокине Елене, которая хранила его на протяжении 50 лет. В июле 2009 года Священный Синод Украинской Православной Церкви причислил преподобную Елену Киево-Флоровскую к лику месточтимых святых. Синод Украинской Православной Церкви Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...